здравствуйте с вами канал f1 стелсик и сегодня мы поговорим на тему 7 чемпионского титла льюиса хэмильтона и сравним его с михаэлем шумахером постараемся понять почему хэмильтон не шумахер поехали во первых хотелось бы начать с того что внешне эти два персонажа эти два семикратных чемпиона мира хэмильтон и шумахер они очень сильно различаются михаэль такой скажем брутальный гонщик целеустремленный такой весь сосредоточены на работе с людьми на работе с командой а хэмильтон какой-то образ у него рок-звезды как миг джаггер вот эти дреды впоследствии что мы видим на всяких светских мероприятиях на модных показах и так далее он у нас конечно у олдовых болельщиков ассоциируется не совсем с таким вот образом гонщика который был в прошлом который был например как айртон сена или михаэль шумахер ну еще можно конечно много назвать перечислить и гонщиков прошлого дак дэвид кулхарт йосфер стаппен жан ализи мика хакин и так далее и так далее которые воплощают собой вот этот вот образ героя за рулем гоночные машины скажем это может быть не так существенно но все равно вот этот внешний атрибут так или иначе влияет на наше восприятие гонщика как мне кажется никто у нас не будет говорить и воспринимать хэмилтона тождественно шумахер потому что у нас на дорогах по крайней мере говорят и говорили о том что опа поехал как шумахер или там несется как шумахер несется как хэмилтон выражение вряд ли приживется я не знаю может быть молодежи так но вряд ли не так такими категориями мыслит а все-таки в народ именно пошел шумахер хэмилтон как-то обмолвился буквально там не знаю может быть лет восемь назад о том что он мечтает что вот он как бы будет таким брендом брендом гонок брендом британии и он этот бренд как бы искусственно вот создавал вот этим всеми своим стилем до своей непохожестью плюс вот это вот тема с black lives matter и так далее и так далее вот он рубится за какие-то такие там greenpeace вегетарианство то есть для гонщиков 90-х нулевых это не характерно то есть им было по барабану они как бы такие вот мужики которые блин валят на тачках и все круто ну ладно это все опять же отступление лучше поговорить про сравнение гоночных карьер так вот когда льюис добился своих там 7 титулов условно говоря плюс скажем что михаэль шумахер свою 91 победу но если откинуть то возвращение mercedes завоевал за меньшее количество гонок потому что сейчас гонок у нас 21 до 20 до тогда было их от 15 там до 17 то есть коэффициент полезного действия как бы шумахера выше как по мне вот вы можете этим конечно не согласиться и выразить свое мнение вот в комментариях я думаю что нам интересно будет подискутировать однако вот такая точка зрения существует плюс давайте прикинем что шумахер в принципе когда он дебютировал он не попал сразу в топ команду как хэмилтон которая позволяла бы ему сразу же бороться за чемпионский титул он только скажем с бенитоном в девяносто четвертом девяносто пятом году еле-еле через тернии пробился к своим первым двум титулом и это очень знаковый момент потому что у хэмилтона была возможность выиграть первого сезона уже сразу гонки и завоевать титул в принципе да и скажем проблема в том что он его не заевал и это был бы абсолютно рекорд как является абсолютным рекордом то что он хотя бы в любом сезоне хотя бы одну гонку на выигрывал очень интересная статистика занимательная я не хочу никак умалять достоинства льюиса да но дальше так таким образом получилось что михаэль шумахер совсем не очевидно перешел в слабой феррари и в принципе на этой слабой феррари он пытался то с жаком вильнёвым то с дэймоном хиллом то с миккой хаккененом вплоть до девяносто девятого года где он сломал ногу пытаться выгрызать на не какущий феррари вгрызаться в борьбу за титул да и вот ему пришлось скажем четыре года потратить на то чтобы наконец-то с феррари двухтысячном они смогли взять первый титул для феррари с семьдесят девятого года и третий титул михаэль шумахера и дальше он скажем не совсем ему просто было потому что мика хаккенен была тоже практически до до конца борьба за титул в двухтысячном потом в первом году кулхарт вышел на первый план в макларене второй четвертый год ему достались достаточно легко а 2003 была борьба очень классная когда был хуан пабло мантоек кими райканин и михаэль шумахер претендентами на титул до самой последней гонки поэтому сказать что он так в одну калитку только выиграл все эти пять титулов да и тогда в то время может кого-то доминирование ferrari задолбала но в целом это было так или иначе борьба это была интересная борьба гонщиков да что касается хэмильтона то он в принципе попал чемпионскую машину не взял титул с первого раза потом взял за пол поворота в восьмом году но это все так было очень на тоненького да то есть из двух возможностей реализовал одну дальше был упадок макларена но в десятом году он боролся тоже за титул до последнего уступая правда много со последней гонкой феттелю да однако возможность у него была бороться макларен был неплох потом он слил баттону вот двенадцатый тринадцатый переход мерседес и потом один год и сразу эта эра доминирования которые если вы сейчас возьмете форму уильямса да и форму уильямса 2014 с мотором мерседес вы поймете какой сумасшедший мотор в мэри не построили сказать что он там сильно выстраивал команду или строил вокруг себя как михаэль но я так не скажу при ты при этом он умудрился проиграть из-за своей расхлябанности я считаю титул розберга в шестнадцатом году поэтому вот эти все победы воспринимается без достойных соперников немного не так как у шумахера в этом скорее всего вся проблема когда у тебя как бы на голову лучше всегда машина в каждом сезоне борьбу с феттелем я не беру потому что то ли феттель слабый гонщик то ли не такой достойный наверное них была возможность побороться но они как всегда эту возможность упустили а потом еще выяснилось что и читерский мотор и соответственно red bull тоже макс верстаппин вроде пытается тягаться но проблемы механические не значит не дают нормально бороться с хэмилтон и вот эти вот все титул которые там за три за пять гонок берутся уже на протяжении многих лет подряд они не вызывают никого восторга и все-таки хэмилтон когда феттель брал свои четыре титула говорил что вот он якобы на самовозе ездит и все это так неинтересно вот сейчас почему-то отмалчивается еще такой момент один когда мы говорим о том что хэмилтона поулов больше чем победа у шумахера наоборот то есть он мог квалифицироваться намного хуже но всегда в гонке выгрызал свое тоже показатель такой который мне как бы более ближе 7 титулов ну только болельщикам конечно всегда решать всегда это вечные споры поэтому будет интересно узнать ваше мнение а мой обзор назывался хэмилтон не шумахер спасибо всем за внимание до новых встреч а